Добрейшего тебе времени суток! Наконец-то, наконец-то, вот смотри, месяц я уже практически не мая. Присмотрел, чтоб 30-40 помещений. Если тебе интересен отдельный ролик по этим всем помещениям, то есть что имеется в виду? Имеется в виду там гаражи, имеется в виду, соответственно, все, что я там смотрел, там офисы, там дачи и так далее, там куча всяких полуподвальных помещений. Да, вот мое мнение, чтоб я ролик заснял по этому поводу, побольше лайков, соответственно, я увижу хотя бы чтоб 500, если лайков будет, то я засниму конкретно по всем этим помещениям свое мнение, какие есть плюсы, какие есть минусы, какие недостатки и так далее. Как ты знаешь, я уже месяц практически не мая, да, то есть мая на двух с половиной лигах, как инвалид. И вот, наконец-таки, я смог себе подобрать помещение. Сейчас идет подготовка к полному процессу, электрики в данный момент работают. То есть здесь где-то расчет будет, как они мне объяснили, на 12 кВт должно держать без проблем, но, в принципе, больше мне пока и не нужно. То есть вот такие тут автоматы. Писал, смотри, хорошие, нет, вот 3,16 получается и 1,20 какой-то там пятый, видишь, да? Ну, а так здесь, смотри, будет вот здесь две розетки, вот сейчас в данный момент они делают. От него будет отходить провод 3 на 2,5 в щиток отдельный. Вот вторая розетка делается, сейчас в данный момент у него будет отдельный щиток. Здесь уже более-менее проведено. Здесь будет одна розетка 5-киловатная, от нее будет отходить. И вот сюда вот будет заведено вот в эту, в одну. То есть тут 5 кВт, а здесь, в общем-то, 10. Получается 15 кВт, но просили больше 12 и не включать, ребята. Оттуда вот, видишь, такой провод идет, 5,5 большой. Говорят, должен держать. Я не знаю, ты что думаешь, будет держать он нормально. Вот такое вот небольшое помещение я себе выбрал. Почему я его выбрал? Потому что здесь, видишь, большое окно. То есть тут много помещений, которых можно было, в принципе, выбрать, подобрать, да? Но мне оно понравилось именно большим окном. Почему? Потому что можно балкон открыть, а в другую сторону сделать вытяжку, понимаешь, да? И за счет этого, как бы, получается сквозняк, чтобы горячий воздух не стоял на месте. Помимо этого, видишь, здесь еще полно много разных помещений, которые можно было взять. Ну, то ли окна маленькие, то ли еще что. В общем, они мне не подошли. То мне подошло больше. Вот, из минусов, что, нет интернета. Думал еще вот это помещение взять. Видишь, оно такое большое, длинное. Прикольно, если вентилятор вот здесь где-то поставить, оно бы выдувало бы все туда в окно. Но единственное, что если стол ставить, самому сидеть, то получается как-то поинвалидному. Или вот такой вариант, что можно было взять. Ну, в общем, я выбрал самое маленькое, но с большим окном, чтобы можно было сквозняк делать. Самое главное при выборе помещения, это что? Это дешевая розетка, это самое главное. То есть, что касаемо розетки, да, если здесь у меня предположен 2,5 рубля, да, а там в той квартире, где я сейчас нахожусь, 5 рублей, да, средние получается. Вот именно в том месте, где сейчас майня. То получается, смотри, здесь с учетом аренды здесь выгоднее майнить, чем я буду майнить в квартире, понимаешь? Потому что здесь по 2,5, те же 10 киловатт, да, это, грубо говоря, 25 тысяч или 50, понимаешь разницу? Поэтому розетка это самое важное. Важно наличие хорошего интернета, но в принципе его можно заменить, как я сделал, пока каким-то мобильным. Главное, чтобы ловил временно, да, пока нормально сюда не проведут. Важна безопасность. И еще, как я считаю, важен, да, почему я взял именно то помещение, скажем, а не вот эти вот, которые здесь, видишь, есть эти все длинные. Это сделать возможность помещения естественного выдува. Почему? Потому что тепло, оно хранится рядом с видеокартами, а если ты, скажем, делаешь сквознячок естественный, то оно там не будет стоять, оно будет уходить. За счет этого, как бы, температура всегда будет нормальная помещение. Ну, в общем, там электрику чуть не доделали, там ребятам осталось буквально все это подключить, уже света не было, завтра они доделают. Я тебе потом покажу уже, когда риги будут стоять, как там что получилось. А так даже вот времени нет, что-то нормальное, внятное заснять какую-то монету, потому что я тебе говорю, как белка в колесе. То есть туда-сюда вот каждый день мотаюсь в этот офис уже три дня, и еще дня 4-5 минимум надо будет так. Потому что там надо интернет провести, надо сделать там сигнализацию, надо там мебель какую-то прикупить, понимаешь? Риги расставить, собрать и так далее. То есть, как бы, вот из-за этого толком не могу посниматься. Вот так просто вышел на связь, будет рассказать, как дела идут. Ну, а так, в принципе, все. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Пока-пока.